Всем привет! Сегодня в выпуске ЧП-29 мы вновь чиним ГБЦ. Такая ГБЦ, честно, не знаю от какого автомобиля, но как бы трещин на ней полным-полно. Ну, место было отмечено одно, подсорку, поэтому мы будем чинить одно место. Да, процесс будет под стеклом, поэтому заваривайте чай и печеньки. С вами мастерская Техтула. Сегодня будет интересно, и вы узнаете что-то новенькое. Поехали! ГБЦ ко мне пришла из другого города, но это уже никого не удивляет. ГБЦ достаточно очень много. Ребят, мужики, ну пожалуйста, пришлите мне, не знаю, КПП, не знаю, поддон, хоть что-нибудь пришлите ГБЦ, одни ГБЦ в ЧП-шках. Я скоро буду не ЧП, а ЧП-ГБЦ буду их называть. В общем, вот такая вот ГБЦ. Распаковываю, все качественно упаковано. Надо будет удалить клапана, как всегда. У нас обозначено одно место трещины, но, блин, честно, я не знаю, с какого автомобиля это ГБЦ. Кто знает, напишите, пожалуйста. Отщелкиваем сухарики, рассухариваем, и вот такая вот у нас ГБЦ. То есть, раз трещина, два трещина, три трещина, четыре трещина, вот она, пять трещина. И, в общем, вот такой вот у нас сейчас, в общем, автопром. Ну ладно, нам обозначили одно место, будем чинить одно место. Седло, я не знаю, из какого диремонтина сделано, но у меня просто ушемка провалилась на небольших оборотах туда. Дальше отверточка, я достаю седло. Одно вылетело, просто как будто там, не знаю, ни на чем не держалось. Второе все-таки чуть-чуть посопротивлялось. Ну, пока что я достаю седло. Обязательно, ребят, напишите комментарий, поставьте лайк этому видео. Можете даже здесь поставить, без разницы. Можете поделиться, это стрелочка и ВКонтакте, не ВКонтакте, куда-нибудь. Любая активность поддерживает мой канал на плаву, и я стараюсь для вас. И спасибо вам большое, что вы смотрите видео. О, а я все-таки, да, я не нашел плоскую отвертку, вот фигурной отверткой выковыркиваю. И ковыряем, ковыряем, ковыряем. Седло у нас вышло, и вот два седла. Кто помнит, кстати, вот эту игру? Напиши в комментариях. Ну, было классно, жидко. Смотри, как стал, смотри. Опа, и второе тоже. Вот это, вот это страйк. Ладно, поехали. Разбирать трещину, то есть, расшабушивать мы ее будем фрезой факел, которые у меня продаются. Ссылочка на меня внизу в описании. Как бы, пишите в WhatsApp и продадим. Все в реальном времени. Как вы видите, металл очень приятный, проваливается. Просто вот сейчас я ускорил. Металл просто, как сыр, просто проваливается. Вот вам и современный автопром. Другой фрезой подготавливаем поверхность под сварку, чтобы не снимать много. Углушевочку все подготавливаем. Ну, в общем, кропотливая работа. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы видим открывшийся канал, антифризное охлаждение. И третьей фрезой я поправляю место, где подседло, то есть в углу выгребаю грязь, чтобы не спиливать сильно. Дальше замываю все ацетоном и продуваю. Я не стал записывать, как я вибромашиночкой прошел и убрал с поверхности грязь, но вот так у нас подготовка вышла. Мы видим канал, трещина вывернена до конца. И мы начинаем процесс сварки. Сварка производится на сварочном аппарате Сибора Винтих 230. Частота в данный момент 90 Гц, форма волной синусоида, баланс минус 2, то есть где-то порядка на 35% зачистки. И этого хватает. Часто люди пишут, ну, кто из подписчиков пытается сварить ВБЦ, и вам так и так очень много в упор. Ребята, здесь, ну, достаточно очень тяжело ответить на этот вопрос, начиная, а, с понимания процесса, б, с ваших сварочных материалов, как бы, ну, сварочный материал очень сильно влияет. Кстати, да, кто-то написал, что присадка Авиальс, где купить. Я ее продаю 40-43. Пишите в WhatsApp, я без проблем продам. Дальше очень сильно зависит. Ну, не очень сильно, но, я бы сказал, зависит от сварочного аппарата. Да, я сваривал раньше на Бриме за 30 тысяч рублей эти ВБЦ. Некоторые разы мне приходилось за 2-3 раза переделывать ВБЦ, потому что были пористость. Перейдя на брендовое оборудование, я получил, ну, 100% результат с первого раза. Соответственно, к этому времени подрос мой опыт. Но, все-таки, я склоняюсь к тому, что стабильность горения дуги, это очень важный момент, потому что, все-таки, дешевые сварочные аппараты, когда посвариваешь чуть-чуть подольше на больших токах, то есть, там 200, а иногда 200 не хватает, и вот эти вот 30 А очень сильно роляют, у тебя начинает падать стабильность. Падение стабильности, то есть, когда дуга начинает чуть-чуть прыгать, прыгать, скакать током, балансом или частотой, приводит к користости. Ну, соответственно, вопрос, который вы задаете, я не могу на него ответить. Вот прям вот взял и ответил, поменяй присадку и все, и ты стал сварить, как батюшка. Нет, так это не работает. Это комплексная проблема. А я пока замолкаю, ускоряю видео, и вот так у нас получается. Единственная рекомендация, которую я вам могу дать, ребят, пересмотрите мои чпшки. Я очень много маленьких тайных секретов рассказываю в своих чпшках по сварке тех же самых ГБЦ, как не получать пористести и так далее. Обходной путь, типа, ага, я ему просто сейчас напишу в WhatsApp, и он мне ответит, нет, не работает. Я ваше сообщение, ну, ребят, вы, наверное, видите, кто задает такие вопросы. Я их открываю и ухожу, потому что у меня, как бы, тоже есть своя жизнь, и я не хочу тратить ее, ну, объясняя вам, там, 2-3 часа, как это все делается. Смотрите видео. Я стараюсь для вас, я делаю видео для вас. Вот, на выходе у нас получается вот так вот. Трещины не было. Да, подогрев был, чтобы вопросов никто не задавал. И вот такой вот наш шов получился на выходе. Работа стоит 5000 рублей. Дальше ГБЦ пойдет на прессовку, росточку и так далее. С вами мастерская Техтула. Кому нужно что-то починить, связывайтесь со мной в WhatsApp и присылайте. Починим. Продолжение следует...